Добрый день, уважаемые коллеги и подписчики нашего канала. Сегодня о методике, которая необходима в каждой клинике, причем неважно, занимаетесь вы преимущественно лицом или телом коррекции фигуры. Это лимфодренаж, прессотерапия, которая называется лимфостим. Расскажу подробнее об этом аппарате, его показания, как он работает, как часто выполняется и почему он нужен абсолютно в каждой клинике. Методика, известная очень давно, пришедшая в эстетику из общей медицины, осуществляет лимфодренаж. Причем мы даем дренаж либо всего тела, либо локально работая по зонам. Две вариации. Есть аппликатор штаны, они перед вами на видео. Есть аппликатор рукава. То есть, одномоментно мы их использовать не можем, но мы можем сделать это последовательно, если есть необходимость. Как правило, клиники эстетической медицины, они приобретают именно аппликатор штаны, потому что необходимо поработать нижнюю часть тела. Помним, что лимфатические сосуды, капилляры, они начинаются от периферии, мелкими по диаметру капиллярами, увеличиваются постепенно в объеме, становятся больше, прорабатываются паховые лимфатические узлы, прорабатываются подколенные, и потом, если необходимо, подключаем рукава, прорабатываем подмышечные лимфатические узлы. То есть, конечно, мы акцент делаем в первую очередь именно аппликатор штаны. Они захватывают ноги и захватывают абдоминальную зону, что, кстати, позволяет улучшить перистальтику кишечника. Данная методика осуществляет лимфодренаж. Что в показаниях? Если у пациента есть отечность локальная, например, отекают ноги, можно поработать только в монотерапии и получить хороший результат. Если пациент длительно ходился в одном положении, летел в самолете несколько часов, находился в машине, или он стоял там, проводил операции, это хирург пластический, пожалуйста, пресс-терапия решит эту проблему. Причем можно сделать несколько сеансов буквально каждый день подряд и получить уже очень классный эффект с одной процедуры. Если мы говорим о проблематике более серьезной, допустим, локальное жировое отложение, коррекция фигуры, конечно, лучше сделать курс. Целлюлит, например, тоже эта история более курсовая. Рекомендуется делать минимум 2 сеанса в неделю и на курс от 6 процедур и, возможно, до 10, 15 и даже 18 от исходного состояния пациента. Это тоже будет зависеть и от того, к какому результату мы стремимся. Пресс-терапия, давая лимфодренаж, она существенно раскрывает эффекты основных методик. Скажу так, что в своей практике без ударной волны в работе по телу и без пресс-терапии лимфостим не обходится ни одна процедура по коррекции фигуры. То есть, если мы делаем M-Sculpt Neo, подключаем лимфодренаж. Если мы проводим процедуру на аппарате M-Tone, который корректирует целлюлит, подключаем дренаж. И в этом очень логичное обоснование, патогенетическое, потому что мы действуем на проблему какой-то основной методикой, либо Neo, M-Sculpt, действующий на мышцы и на подкожевую клетчатку. И мы запускаем определенные метаболические процессы. И вот пресс-терапия, она позволяет продукты метаболизма быстрее вывести. То есть, мы реально, подключая дренаж всего организма, можем улучшить результаты на полтора сантиметра. Уменьшение в объеме талии на 2-2 сантиметра. Поэтому, коллеги, обязательно, конечно, дренажная методика в коррекции фигуры должна быть в комплексе. Но здесь что еще хочется отметить. Когда мы вводили аппарат в эксплуатацию в клинике, мы рекомендовали эту методику каждому пациенту, который хотя бы полчаса находился в кабинете врача-косметолога. Если пациентка пришла на коррекцию губ, ей нанесли топическую апплекционную анестезию, полчаса она с анестетиком находится. Положили в это время штаны, расположили пациента, он получает дополнительный дренаж, он знакомится с методикой, он понимает, что очень классные эффекты. Плюс это потрясающее ощущение. То есть, это как расслабляющий массаж. Пациента зачастую засыпают на терапии. И когда прошло полчаса, они говорят, что неужели все закончилось. То есть, здесь помимо того, что есть хорошие терапевтические эффекты, это еще очень приятная методика. И отмечу так, что для собственников клиники это позволяет разгрузить специалистов. Она не энергоемкая, не энергозатратная. Специалист тратит буквально полминуты, чтобы у пациента расположить штаны, и полминуты, чтобы его оттуда извлечь. И час времени у специалиста есть свободных, он может в это время заняться другими делами, другим пациентом. Это очень важно и очень ценно. Если вы занимаетесь лицом и даже не нацелены на работу с телом, пресс-терапия тоже вам может помочь в комплексном подходе. Когда, например, мы работаем аппаратом Exilis Ultra 360 или его продвинутой модификацией Exion в работе с лицом, неинвазивным аппликатором, когда, казалось бы, зачем нам общий дренаж. Так вот, во-первых, это можно делать вместе. То есть, процедура на Exilis на неинвазивном аппликаторе занимает 45-50 минут. Терапевтический курс где-то от 30 минут до 60 рекомендованный. Вариации возможны. То есть, пока вы делаете Exilis, пациент получает пресс-терапию. И Exilis Exion, он дает очень хорошую дренажную опцию в работе с лицом. То есть, лица пациентов компактизируются, они становятся меньше, они становятся не такими отечными. И вот, прогоняя лимфу в целом, мы существенно усиливаем эффективность. Поэтому возьмите себе на вооружение для таких методик, как Exilis, как Exion. Даже если вы будете делать технологию Hi-Fu, это тоже может помочь, давая в целом дренаж нашему организму. И в рекомендациях, когда мы проводим дренажные методики, неважно это лицо или тело, мы рекомендуем достаточное количество жидкости. Потому что, запуская, усиливая процессы метаболизма, стараясь вывести продукты метаболизма быстрее, то достаточное количество жидкости увеличивает объем циркулирующей крови, и это метаболит уходит лучше. Полчаса минимальное рекомендованное время терапии, час, в принципе, вполне возможно. И скажу так, что по медицинским показаниям терапию проводят даже до двух часов. Какие преимущества именно у лимфостима? Я выделю их четыре. Первое. Это очень правильная и адекватная подача давления в отсеке. Штаны, точно так же, как и рукава, имеют определенные отсеки, в которые нагнетается воздух. Расскажу так, что потенциальные покупатели, которые приходят пробовать данную методику, и допустим, они пробовали какие-то другие системы. Китайские, корейские, здесь вот обобщу в целом. И рассказываю, что они пробовали методику на давлении 140 мм ртутного столба. Я выставляю рекомендованные 35 или 40, и у нас это интенсивнее. То есть здесь очень правильная и адекватная подача давления, которая задает хорошие эффекты. Это первое самое важное условие. Второй момент, который я бы выделил, это расположение секторов. То есть сектора, они не просто находятся стык в стык, они располагаются слегка под углом, как рыбья чешуя. То есть поэтому, нагнетая воздух в отсеке, мы прорабатываем каждый миллиметр кожи. Есть методики в виде вакуумно-роликового массажа, которые хорошие, рабочие, но они, во-первых, энергозатратные, энергоемкие. Они требуют присутствия специалиста именно в моменте. Здесь расположили штаны, и все аппарат сделает за специалиста. То есть два уже таких важных, конкурентоспособных преимуществ я озвучил. Третье, это качество материала. То есть штаны, они вечные. Если их механически не повредить, каким-то острым предметом они прослужат вам буквально всю жизнь. И четвертое, что я бы отметил, именно в особенностях лимфостима, можно выключить из работы сектор, который не нужен. Например, у пациента было недавно протезирование коленного сустава. Мы можем именно эти сектора отключить, и в них воздух на гнетации не будет. Есть ли у пациента дискомфорт в области живота? Допустим, была обдоминопластика относительно недавно. Если даже просто банально пациент пришел на терапию, и он говорит, я вот час назад поел. Поел хорошо, плотно, в хорошем грузинском ресторане. Конечно, мы не будем нагнетать ему воздух в области живота интенсивно, чтобы не было больно. Поэтому любой сектор, который не нужен, мы его из работы отключили. Это тоже очень важное условие. Реабилитации абсолютно здесь нет. То есть пациент лежит, отдыхает от получаса до 60 минут в среднем, получает эффект и уже с легкими ногами уходит домой. В аппарате лимфостим есть два больших блока. Это эстетика и красота, и блок медицинских показаний. В каждом блоке ряд нозологий. То есть они уже по диагнозу называются. Ну, приведу пример, допустим, липоотек в эстетике, целлюлит, синдром тяжелых ног, варикозно-расширенная вена. Если брать медицинские диагнозы, то это может быть акроцианоз, это диабетическая ангиопатия. То есть такие прям серьезные уже нозологии подагра в медицинских показаниях. Медицинские показания я озвучивать не буду. Расскажу про эстетику. Ввиду того, что есть разное количество нозологии, разное количество диагнозов, они не просто так. В каждом диагнозе своя определенная последовательность накачки воздуха и определенная степень подачи давления. Допустим, есть ряд диагнозов, когда мы начинаем нагнетать воздух в области паховых лимфатических узлов с целью их разблокировать. А потом начинается со стопы. Допустим, в диагнозе липоотек начинается со стопы. Воздух постепенно-постепенно нагнетается по всем отсекам. Заполнил все штаны. А потом он слегка спускается, но небольшая степень компрессии остается. И он снова начинает прогонять. То есть, это очень классный лимфодренаж. В зависимости от того, с каким показанием пришел пациент, занимаемся коррекцией фигуры. Все, липоотек идеально. Пациент пришел с запросом скорректировать целлюлит. И мы уже делаем какие-то другие методики. Например, МТОН. Поставили здесь диагноз целлюлит. Все, получили хороший необходимый эффект. Поэтому машина умная. Она все продуманная. Еще обозначат так, что по лимфостим максимальное количество исследований с большой выборкой пациентов. Допустим, там по определенной нозологии варикозно-расширенной вены 200 пациентов в выборке исследования. То есть методика, она очень хорошо изучена. И здесь параметры подобраны прямо правильно. Коллеги, методика необходимая в каждой клинике. Специализируетесь на теле, идеально подойдет. Специализируетесь на лице, она усилит эффективность наших дренажных методик. Поэтому возьмите себе на вооружение.